В ночь с 7 на 8 января 1943 года в простой и дешевой гостинице Нью-Йорка скончался 86-летний постоялец. Он умер в своем номере, где проживал уже более 10 лет. Тело было обнаружено горничной только спустя двое суток после смерти. О находке было доложено директору отеля, а тот, в свою очередь, сообщил в полицию. Вместе с шерифом в гостиничный номер поднялись четверо неразговорчивых мужчин. Сотрудник армейской разведки, сотрудник разведки ВМС США, агент ФБР и представитель адвокатской конторы. Эти люди долго копались в вещах покойного. Особое внимание уделяли документам. В комнате стоял сейф, вскрыть который визитерам на месте не удалось. После чего все вещи, бумаги и сейф были погружены в бронированный грузовик и под усиленной охраной, вывезенные из отеля. Среди персонала гостиницы тут же поползли слухи, что представители спецслужб искали чертежи некоего таинственного военного прибора, именуемого лучом смерти. Разработчиком этого прибора как раз и был тот, кто скончался в номере. Звали покойного Никола Тесла. Сумасшедший гений. Нездержанный паяц. Социопат, взорвавшийся хорват. Так называли современники инженера, изобретателя и ученого Николу Теслу. И надо сказать, было за что. Говорят, он спал всего два часа в сутки. Ночами писал стихи, читал или слушал музыку. Страдал боязнью микробов, поэтому по сто раз в день мал руки. Великолепно говорил на восьми языках. Разбирался в истории и философии, что еще с детства ему являлись видения в виде вспышек света. А еще говорят, что он умел предвидеть будущее. И даже однажды спас своих знакомых, посоветовав не садиться им на поезд, который вскоре сошел с рельс и разбился. Тесла считал разумной всю Вселенную вплоть до атомов. А себя называл проводником этого вселенского разума. Кем же он был на самом деле? Великим ученым? Правидцем? Или непревзойденным авантюристом? Да, есть различные версии, которые говорят о том, что это либо великий физик, либо великий провидец, либо великий авантюрист. Скорее всего, лично я склоняюсь к тому, что это великий первооткрыватель. А как всякому первооткрывателю, ему было не чужды некие такие, знаете, экстравагантности своеобразные. То есть, это человек, который действительно вторгся в область буквально высоких энергий, одним из первых, скажем так, и нетривиально относившийся к тому материалу, с которым он работает. Серп, родившийся в Хорватии, он учился в Чехии, работал в Будапеште, Париже, Праге, Страсбурге, Соединенных Штатах Америки. Космополит? Скорее, гражданин мира. Именно он разработал систему переменного тока, создал моторы и высоковольтные трансформаторы, на которых стоит весь промышленный мир. Благодаря ему освещаются наши дома, поселки, города. Это он открыл принципы робототехники и двигателей на солнечной энергии. Рентгеновский аппарат, счетчик электроэнергии, автомобильный спидометр, люминесцентные лампы, электрические часы, приборы электротерапии. Этот перечень можно продолжать и продолжать. Около тысячи изобретений в разных областях науки и техники. Это, конечно, настоящий ученый, подвижник. Человек, который вот ради своей идеи, да, он мог что-то совершить, может быть, даже пойти на какие-то преступления, на какие-то неприглядные поступки совершить. Но это во имя ради науки. Он готов был голодать, и бывали у него годы, месяцы, когда он, в общем-то, действительно ради науки и голодал, и жил в трудных условиях. Но уже когда он переехал в Соединенные Штаты, там, конечно, его уже приняли как серьезного специалиста. Тесла считал, что мир состоит из волн, и что самое главное – это вибрации и резонансы. Как при раскачивании качелей, говорил ученый, малыми усилиями, но вовремя приложенными, можно вызвать поразительно мощные эффекты. Однажды Тесла, сам того не желая, продемонстрировал ужасающую силу резонанса. Это произошло в 1896 году в Нью-Йорке. Ученый обустроил лабораторию в отеле «Волдерф Астория» на Манхэттене и решил там провести эксперимент с так называемыми резонансными излучателями. Когда Тесла подал к прибору электрический ток, то лаборатория неожиданно заходила ходуном, а с потолка кусками посыпалась штукатурка. При этом ученый не знал, что в этот момент происходило за окном. Оказывается, что десятки соседних домов наполнились неожиданным гулом. Посыпались оконные стекла, полопались водопроводные трубы. Чтобы избежать разрушения лаборатории, Тесла разбил свой прибор молотком. И в этот момент к нему ворвались полицейские. Позже при допросе изобретателю сообщили, его опыт спровоцировал землетрясение в городе, силу которого позже оценили почти в три балла по шкале Рихтера. Дело в том, что действительно известно, что в результате одного из экспериментов, который осуществил Тесла, в Нью-Йорке произошло знаменитое землетрясение. Не менее знаменитые события были связаны с инцидентами вокруг его знаменитой башни в Ордон-Клифф на Лонг-Айленде, когда целые районы отключались от электроэнергии. То есть такие скандальные события сопровождали Теслу. Но надо понимать, что тот масштаб экспериментов, который он ставил, они не могли не сопровождаться определенными побочными результатами. Вскоре после этого эксперимента Тесла заявил журналистам, «Применяя принцип резонанса, я за несколько недель смогу вызвать в земной коре такие колебания, что она будет подниматься и опадать на сотни футов, выбрасывая реки из русел». Но не эта идея больше всего занимала Николу Теслу. Он не уставал всех убеждать, что наш мир находится в огромном океане энергии, все вокруг вращается, движется, ведь это все электричество. Главная задача, которую поставил себе ученый, была для обывателей той эпохи немыслима. Научиться отбирать это электричество у природы, преобразовывать его, и, обратите внимание, без проводов, передавать в самые глухие уголки земного шара. Проверку своих идей он начал в 1899 году в горном районе Колорадо-Спрингс, известном своими частыми грозами с исключительно мощными молниями. Через некоторое время, по словам Теслы, он знал о молниях больше, чем знает о них сам Бог. На очереди стояла проверка принципов передачи энергии на дальние расстояния без проводов. С этой целью была построена установка высотой с 20-этажный дом. Вскоре Тесла убедился, что электрический заряд может передаваться через Землю безо всяких проводов и радиоволны. Эксперименты были столь же грандиозными, сколь и опасными. Это была настоящая электрическая фантасмагория. При включении установки молнии вокруг нее достигали длины 40 метров. Громовые раскаты были слышны за десятки километров. Вокруг башни пылал огромный световой шар. Люди, находящиеся на большом удалении, с ужасом наблюдали, как между их ногами и землей проскакивают искры. Лошади через железные подковы получали электрошоковые удары. Над металлическими предметами горели синие орелы. Генераторы электростанции в 10 километрах от лаборатории перегорали из-за мощных искр, которые пробивали их изоляцию. На самом деле с Теслой всегда были связаны аномальные явления, которые позже назовут паранормальными, хотя на самом деле это были, в общем-то, просто неразгаданные электротехнические какие-то явления, которые происходили, происходят в атмосфере и будут происходить в будущем. И какие-то грозовые проявления, и появления странных светящихся объектов, шаров, которые потом будут характеризовать и как проявление НЛО, и как какие-то плазменные явления типа шаровой молнии. Несмотря на всевозможные побочные эффекты от экспериментов, Тесла был счастлив. Еще бы. Ему удалось преуспеть в создании разрядов, мощность которых значительно превосходила силу молнии. Дальше больше. Ученый планирует реализовать свои идеи в глобальном масштабе. Он убежден, чтобы получать электроэнергию в любой точке мира, достаточно будет воткнуть в Землю штырь и включить небольшой конвертер, настроенный в резонанс с излучающими башнями. Для этого в определенных точках Земли необходимо построить пять специальных излучателей. Эта мировая система, кроме того, будет выполнять функции беспроводной связи по всему земному шару. По сути, Тесла планировал прообраз сегодняшнего интернета. Но и этим не ограничиваются планы неугомонного изобретателя. С помощью своей системы он намерен вызывать дожди в пустыне, освещать небо над морскими маршрутами, на ходу питать энергией автомобили и самолеты. Обо всем этом Тесла рассказывает знаменитому миллиардеру Джону Моргану. И просит денег хотя бы на строительство одной башни так называемой «мировой связи». В 1901 году на острове Лонг-Кайленд, в 60 километрах севернее Нью-Йорка, появляется таинственная лаборатория и огромная башня фантастической архитектуры, напоминающая гиперболойт русского инженера Владимира Шухова. По названию местности объект получает кодовое имя Ворденклифф. Это одна и та же широта с тем местом, где происходил Тунгусский феномен. Во-первых, это тоже не случайно, это отдельная тема. А во-вторых, именно там, на Лонг-Кайленде, и до Теслы, и после Теслы производились различные таинственные опыты некоторыми организациями, о которых тоже может идти отдельный разговор, которые были связаны с деятельностью крупных банковских корпораций, которые вели свою политику, руководство всем хозяйством земного шара, если можно так выразиться. То есть именно там Тесла не случайно построила свою резиденцию. Летняя ночь 1903 года. Еще недостроенная башня Ворденклифф едва не свела с ума пол Нью-Йорка. При включении передатчика от башни на сотни миль во все стороны протянулись гигантские искусственные молнии. Они осветили небо над Атлантикой так, что можно было свободно читать газетные заголовки. На следующий день газета New York Sun писала «Прошлой ночью мы были свидетелями странных феноменов – гигантских молний, собственноручно испускаемых Теслой. Слои атмосферы воспламенились на разной высоте и на большой территории так, что ночь моментально превратилась в день. Весь воздух был наполнен свечением. Мы сами себе оказались призраками». Здесь имеются различные предположения и версии, как работало это устройство. Но подробности функционирования этого устройства знал только Тесла. Единственное, что нам как бы достоверно известно, то что это устройство действительно было достаточно мощным, и оно производило определенный очень серьезный эффект. В частности, различного рода электромагнитные возмущения среды. То есть, да, действительно, это была башня, можно сказать. Но, с другой стороны, это и не была башня. Это было некое электрическое устройство, которое функционировало только в соответствии с волей Теслы и по ему ведомым, а может быть, даже неведомым принципам. К сожалению, странности Теслы не позволили ему продолжить дальнейшую работу со своими новыми спонсорами. Финансовые воротилы побоялись дальше сотрудничать с человеком, который утверждал, что умеет общаться с инопланетянами и что они помогают ему в его опыте. К тому же Морган заподозрил, что идея получения дешевой электроэнергии и передачи ее на расстояние без проводов подорвет углеводородный бизнес. Тесла, в свою очередь, был настолько одержим мыслями об энергетической революции, что продолжал развивать не только саму идею, но и активно готовиться к ее притворению в жизнь. И нефтяные магнаты, топливо номер один, они были напуганы, когда Тесла заявлял со своей горячностью, что пройдет там 20-30 лет и уже, так сказать, нефть не нужна будет, не нужен бензин будет, а вот, вот эта энергия, которую я дам человечеству, вот тут-то и призадумались магнаты. Бензиновые, нефтяные, газовые и так далее. А что же будет, если действительно этот сумасшедший ученый окажется прав? Но Тесла не сдается. На собственные средства он возводит купол башни и продолжает монтаж научной аппаратуры. Однако в 1903 году часть оборудования была вывезена из Ворденклиффа за долги. Но известно и другое. С начала 1907 года, после длительной депрессии, Тесла вновь приступил к экспериментам. Причем именно в Ворденклиффе, куда неоднократно приезжал тайком ночным поездом. Есть документы о том, что в 1907 году ученый вновь получил от компании Вестенгаус большое количество оборудования. Так что же тянуло Теслу в эту таинственную башню? Вспомним про печальный эксперимент с резонансными излучателями, который спровоцировал землетрясение в Нью-Йорке в 1896 году. Эту идею изобретатель вовсе не оставил. И вполне возможно, решил реализовать ее в самой башне. Для чего? Скорее всего, чтобы придать конструкции дополнительные возможности. С какой целью? Вот тут и появляется самая таинственная загадка начала 20-го столетия. Тунгусский феномен. Известно, что в 1908 году в районе Сибирской реки под каменная Тунгуска произошла гигантская катастрофа, природа которой до сих пор неизвестна. Одна из версий говорит, что это была попытка атаковать Землю извне. Но катаклизму помешала некая таинственная сила, созданная человеческим разумом. Сила энергии, сконцентрированная в одном уголке планеты и переданная на расстояние в нужное время и место. Есть любопытная версия в связи с причиной собственно постройки башни Уордлунг-Клифф. Якобы Тесла провидел то, что будет некая катастрофа, связанная с вторжением в атмосферу Земли огромного космического тела и планировал каким-то образом этому противостоять. Это очень интересная версия на самом деле. Но, к сожалению, у нас не имеется документальных подкреплений этой версии. Документальных доказательств действительно нет. Но это и не удивительно. О многих своих экспериментах Тесла никогда и никому не говорил. Часть опытов он вообще проводил интуитивно, не оставляя никаких записей, чертежей, резюме. При этом некоторые исследователи почти уверены, что Тунгусский феномен – это дело рук великого изобретателя. И в этом есть своя логика. Установка Николы Теслы, она же башня Уордлунг-Клифф, позволяла выполнять сразу две задачи. И возбуждать верхние слои атмосферы, и передавать энергию через Землю. Имея дар предвидения и феноменальную способность объяснять природу различных загадочных явлений, Тесла вполне мог знать о возможной катастрофе, предчувствовать ее. И даже предугадать место и время. И тогда он с острова Лонг-Кайленд вполне мог направить энергию в район Тунгуски навстречу агрессивному инопланетному объекту. Причем одновременно по двум каналам. Высокочастотную по кольцевым токам в верхних слоях атмосферы и низкочастотную по Земле через Северный полюс. Точка пересечения этих двух потоков – это место, куда будет целиться инопланетный объект. И когда этот самый объект входит в плотные слои атмосферы, башня Тесла посылает мощнейший электрический разряд навстречу незваному гостю и добавляет к этой чудовищной лавине энергии излучение своих резонаторов. Тесла догадывался о том, что этот район может быть местом какого-то значительного катаклизма, так скажем. И в то же время он просчитал, что этот район абсолютно безопасный для его опыта с точки зрения поражаемости объектов. То есть люди не будут там затронуты практически никак. То есть он мог экспериментировать. И он начал готовить свою аппаратуру, полностью ее повернув в сторону Тунгуски, так образно выразиться можно. Если Тесла действительно причастен к Тунгусским событиям, то находят объяснения и другие загадки. Например, за два месяца до взрыва в Сибирской тайге над Европой и Россией в небе то и дело появлялись огромные сполохи света, а за девять дней – необычные цветные зорницы. Ночью было светло, как во время полярного дня. Свечение резко усилилось за три дня до взрыва. Что это было? Пробные пристрелочные включения аппаратуры Ворденклиффа? Ответа на этот вопрос до сих пор нет. Ясно лишь одно – у Теслы были и мотивы, и возможности, чтобы вызвать Тунгусский феномен. В 1917 году башня Ворденклифф была уничтожена. Сам Тесла попал под постоянное наблюдение американских спецслужб. На то были веские причины. За великим изобретателем начали охотиться иностранные шпионы. Там уже, конечно, американская разведка и контрразведка, она плотно опекала Тесла. То есть тут уже не давали его, его уже оберегали. Он был хорошо охраняемый человек, и, в общем-то, не давали возможность с ним даже встречаться. Но попытки такие были вплоть до, по-моему, до 1941 года. Это значит, буквально еще за два года до смерти Теслы, значит, все-таки Абвар пытался, фашистская разведка пыталась все-таки заполучить. И его проекты шли на все. Интерес к Тесле иностранных спецслужб вполне очевиден. Изобретатель владел тайными знаниями, в которых очень нуждались военные. Известно, что в 30-е годы 20-го столетия он работал над проектом многоцелевых станций, способных защитить границы любого государства. Электронный щит, говорил Тесла, будет действовать совершенно на новом принципе и новом типе энергии. А перед началом Второй мировой войны стала просачиваться информация, что ученый придумал некий луч смерти. Какое-то таинственное мощное оружие, способное разрезать броню на большом расстоянии. Прямо как в фантастическом романе Алексея Толстого «Гиперболлойд инженера Гарина». Но больше всего тайн хранит так называемый филадельфийский эксперимент. Это произошло 28 октября 1943 года на базе военно-морских сил США в Филадельфии. Американские моряки решили провести эксперимент по невидимости корабля для радаров. Для этого на эсминце Элдридж создали электромагнитный пузырь и кран, который отводил бы излучение радаров мимо корабля. В ходе эксперимента выявился совершенно непредвиденный побочный эффект. Корабль стал невидим не только для радара, но и для невооруженного глаза. Более того, свидетели уверяют, что неожиданно увидели его в Норфолке на удалении в сотни миль. Спустя некоторое время Элдридж вернулся на место. Пока корабль перемещался из филадельфийской базы ВМС в Норфолк и обратно, члены судовой команды полностью потеряли ориентацию во времени и пространстве. Этот эксперимент тоже принадлежит Николе Тесле. Но проводилась телепортация уже без него. Великого ученого уже не было в живых. А вместе с ним ушли в могилу все тайные секреты его открытий и изобретений.